Доброе утро, уважаемые телезрители! Начинаем новый день, новое утро на телеканале «Беларусь-4 Брест». Вы смотрите программу «Утренние эспрессо» сегодня в студии Артём Бруйло. Прямо сейчас расскажем вам о самых главных темах выпуска. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Узнаем, где вместо кукол начали шить медицинские маски. Разберемся, какая ответственность ждет нарушителей за скрытие с места ДТП. Выясним, как можно посмотреть онлайн спектакли «Театра кукол». Об этом и не только мы поговорим в сегодняшнем выпуске, уважаемые телезрители, так что оставайтесь с нами. Прямо сейчас мы готовы подвести итоги вчерашнего розыгрыша. Вчера мой коллега Дмитрий Герц просил у вас, уважаемые телезрители, найти способы и средства, какими вы спасаете себя от гриппа, от вирусов и от простуд. Как всегда, пришло очень много фотографий. Прямо сейчас мы готовы показать некоторые из них. Возможно, вы узнаете и увидите свои фотографии, которые пришли на наш номер вайбере 821-55-55. И мы готовы озвучить имя победителя, которому достанется сертификат на 1 кг шаурмы от нашего партнера «Семь сезонов». «Семь сезонов» находится по адресу улица Советская, 68, в Атис-холле на первом этаже. Там вы сможете купить вкуснейшую шаурму, хот-доги, сэндвичи. Наш партнер «Семь сезонов». И, внимание, уважаемые телезрители, сертификат на 1 кг шаурмы от нашего партнера «Семь сезонов» достается нашей телезрительнице. Прямо сейчас вы увидите ее фотографию. Это наша телезрительница Катерина Циркова. Вы посмотрите, какой способ они нашли для того, чтобы справиться с весенними простудами. Они занимаются спортом всей семьей. Катерина, спасибо вам большое. Мы вас помним, мы вас знаем. Всем спасибо, что занимаетесь спортом и поддерживаете здоровый образ жизни. Так что мы вас поздравляем. С вами свяжется администратор и расскажет, как забрать сертификат на 1 кг вкуснейшей шаурмы от нашего партнера «Семь сезонов». Ну а мы продолжаем, уважаемые телезрители, и прямо сейчас предлагаем вам посмотреть прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога Брест, я желаю тебе доброго утра. Хорошего дня, хорошего утра, вкусного завтрака и хорошего продолжения этого дня и утра. Чтобы в душе было всегда спокойно и позитивно. Брестская область. Желаем отличного настроения и хорошего утра. Всем доброе утро. Желаем всем жителям Бреста хорошего утра и хорошего настроения. Брестская область, просыпайся. Просыпаемся вместе с программой «Утренний эспрессо». Спасибо, что вы с нами, уважаемые телезрители. В моих руках прямо сейчас находится сертификат на посещение студии стилистов Екатерины Добренец, Дикей Студии. И этот сертификат может достаться одному из вас, уважаемые друзья. Для этого вам необходимо присылать фотографии на тему сегодняшнего дня. Тема сегодняшнего дня – это велосипеды, это велопрогулки. Поделитесь вашими местами велопрогулок. 821-55-55. Телефон нашего Вайбера. Присылайте фотографии там, где вы находитесь на велосипеде, рядышком с велосипедом. Может быть, вы, может быть, ваши дети, родные, близкие, друзья, знакомые. Вы устраиваете какие-то велопрогулки, поделитесь, в каких местах вы катаетесь на своем двухколесном друге. Вот такой сертификат на посещение студии стилистов на сумму в 30 рублей достанется одному из вас, уважаемые телезрители. Так что присоединяйтесь к нашему эфиру. До 9 утра, что самое главное, до 9 утра мы принимаем фотографии на тему сегодняшнего эфира. И мы будем рады увидеть именно ваши фотографии, уважаемые друзья, у нас в эфире, у нас в программе. Но мы продолжим делиться очень актуальными новостями. Хотели бы рассказать вам о том, что в Брестской области могут ввести запрет на посещение лесов. И первым, кто сделал этот запрет, это Столинский район. Именно там установился четвертый класс пожарной опасности. Похожая ситуация наблюдается в других полезских регионах. На повестке введения запрета на посещение лесов в Пинском, Блунинецком районах. На подходе Дрогичинский, Пружанский, Брестский и Малорицкий районы. Вероятнее всего, до конца недели четвертый класс пожарной опасности установится повсеместно. Будут закрыты леса для посещения во всей области. Решение введения запретов принимают райисполкомы. Сложная обстановка в юго-западном регионе вызвана недостаточным количеством влаги зимой и сухой весной. Первые возгорания в лесах зафиксированы в середине марта. В связи с этим лесная охрана и сотрудники МЧС работают в усиленном режиме. Так что, уважаемые телезрители, мы, конечно же, призываем не посещать леса в связи с такими погодными условиями. Ведь многие заметили, что буквально последние дни светит яркое солнце, нет облаков, очень хорошее настроение. Конечно же, хочется погулять, но вот могут ввести запрет на посещение лесов во всей нашей Брестской области. Эту информацию можно найти в сети интернета, а также почитать на страницах региональных газет. О чем еще пишут наши коллеги на странице газет, узнаем прямо сейчас из обзора прессы от Утреннего Эспрессо. На фронт в далекие сороковые Анна Воронова попросилась сама. Хотела стать бойцом, но было ей всего 16 лет. Сегодня в Брестском Вестнике рассказ о фронтовых буднях ветерана Великой Отечественной Анне Прокофьевне, поваре 123-го отдельного автотранспортного батальона. В уже ставшую культовую игру World of Tanks играют миллионы пользователей по всему миру. Но мало кто знает, что за создание звуковой начинки в этом сверхпопулярном экшене отвечает брещанин Андрей Кулик. Корреспонденту Брестского Вестника он рассказал о романтике рева двигателей и немного о себе. Жители Брещины гордятся своим земляком Петром Климуком, который внес весомый вклад в освоение космоса человечеством. Прикоснуться к истории и современности космонавтики можно в музее Томашовской средней школы. Какие возможности открывает договор о сотрудничестве между Брестским райисполкомом и администрацией звездного городка Московской области, вы узнаете из еженедельника «Заря над Богом». В Лыщицком сельсовете прошел очередной региональный этап республиканской патриотической акции во славу общей победы. Состоялась церемония забора земли с четырех воинских захоронений. Об этом событии, а также о работе по благоустройству памятников в Лыщицком сельсовете читайте в новом номере издания. В Муховецком лесничестве Брестского лесхоза добровольцы высаживали молодые деревца в рамках республиканской акции «Неделя леса». Сколько посажено лесных культур, на каких площадях разместится новый лес, расскажет «Заря над Богом». О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Продолжаем программу, уважаемые друзья, чувствуется ваша активность с утра пораньше, поскольку уже начинают приходить фотографии на наш номер вайбере 821 55 55 на тему дня. Велосипеды, велопрогулки, ваши любимые места отдыха с вашим двухколесным другом. И прямо сейчас мы готовы показать уже первые фотографии, которые пришли на наш номер вайбера. Первым, кто прислал фотографии, оказался наш телезритель Максим. И посмотрите, какая красота. Он пишет, что хорошая погода, гора Петра, Скорпаты, 2020 метров над уровнем моря и велосипед. А вторая фотография — это велопрогулка и бенгальские огни. Смотрите, какая красота. Уважаемые друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, поскольку фотографии продолжают проходить, приходить к нам на наш номер вайбере. Следующее фото от, мы так понимаем, от Вовы. Он подписан так в вайбере. Самое крутое место — это крепость. Всем доброе утро, пишет Владимир. Спасибо вам большое за позитив. Мы видим мороженое в руках, уже, конечно же, настроение чувствуется летнее. И Танюша еще успела прислать фотографию. Пишет нам «Доброе утро». Хотелось бы узнать, где была сделана фотография Танюши. Так что, пожалуйста. 821-55-55. До 9 утра, уважаемые телезрители, мы принимаем фотографии на тему дня. Уже многие услышали, но я еще раз повторю, тема дня — это велосипеды, это велопрогулки. Ваши фотографии с вашим двухколесным другом. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру. Тем временем мы продолжим и хотели бы вам рассказать о том, что в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района города Бреста временно прекращена деятельность кружков для инвалидов и престарелых. Сами же сотрудники понемногу осваивают новый полезный навык. Подробности в нашем следующем сюжете. Пожалуй, одна из самых контактных профессий — социальный работник. Сегодня тем гражданам, которые находятся в группе риска на заболеваемость респираторными вирусными инфекциями, рекомендовано избегать общественных мест и массовых мероприятий. На помощь пенсионерам и инвалидам приходят социальные работники, которые также нуждаются в средствах профилактики. В территориальном центре социального обслуживания населения Московского района работают свыше 55 таких работников, а также более 50 сиделок и нянь. И каждому нужна медицинская маска. Что мы сделали? Мы закупили марлю на сегодняшний день. Мы обеспечили повязками наших специалистов и социальных работников. Мы пошили повязки и сейчас у нас, у наших социальных работников, которые наиболее часто и постоянно общаются с пожилыми гражданами, они защищены. Также в арсенале средств первой необходимости соцработника — дезинфицирующие средства и бахилы. Что касается масок, то силами сотрудников центра уже их сшито около полутысячи. Мы научились сшить маски. До этого мы никогда не умели этого делать. Это, вы знаете, доброе дело. Это доброе дело. И шьем мы масочки для всех наших сотрудников. Такая временная переквалификация — мера необходимая. Сами кружки для инвалидов и престарелых людей пока не работают ради профилактики вирусных заболеваний. Обычно около 200 пенсионеров Московского района являются активными участниками кружков центра. Также около 85 инвалидов посещают 8 кружков по интересам и клуб, где имеют возможность заниматься творчеством, спортом и даже получить навыки ведения хозяйства. На сегодняшний день кружки не работают, но некоторых воспитанников посещают дома. Выездной лицей проводит занятия для 16 человек. Эта услуга на данный момент действует. Все-таки специалистов ждут. И на дому специалисты занимаются с ребятами. Ребята, которые скучают, непосредственно звонят, уточняют, когда уже мы их пригласим, скажем так, на кружки снова к нам. Ведем с ними беседы, общаемся на постоянной основе. Пока деятельность кружков временно остановлена, сотрудники центра поддерживают воспитанников по телефону. Когда закончатся профилактические меры, пока неизвестно. Если ситуация будет безопасна для наиболее воспримечивой категории населения, кружки восстановят свою работу. Овны, сегодня, взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы стратозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому. Тельцы, вы, возможно, стоите на пороге какого-то весьма сложного и категоричного решения. Оглянитесь еще раз. У вас пока еще есть время все изменить. Близнецы, сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они ни были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать, по крайней мере, до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться. Раки, берите на заметку. Сегодня вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное, успеть собраться в первой половине дня. Сегодня львы могут оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки. Девы, ваша звезда разгорается все сильней, освещая пути вам и заодно окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина. Сегодня весам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтобы не заскучать, отдыхая. Скорпионы, сегодня наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами. Если вы чего-то не знаете, то ее интересоваться не стоит. Потом проблем не оберешься. Ну а перед стрельцами сегодня будут бегать по струнке. Бог его знает, как стрельцам это удается. Но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять. А вот у козерогов сегодня могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, придется речь готовить в письменном виде. Водолеи, вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит. Далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет. Рыбы, не сдавайтесь. Вы находитесь уже на самом пороге. Нужно только не побояться войти. Возвращаемся в студию прямого эфира. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Утренний эспрессо». Это сейчас у нас достаточно актуальная тема и очень интересная тема для обсуждения. В первую очередь для автолюбителей, для автовладельцев, ну и для тех людей, которые оказались свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Мы обсудим, что же грозит водителю, если он скрылся с места ДТП. Об этом нам более подробно расскажет наш гость. У нас в гостях сегодня подполковник милиции Андрей Александрович Калита, начальник межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Брестского облсполкома. Доброе утро, Андрей Александрович. Доброе утро. В первую очередь хотелось бы поговорить о статистике, насколько актуальна эта проблема вообще в целом для нашего региона, для Брестской области. Часто ли у нас водители скрываются с места ДТП? Если брать сухие цифры статистик, как я уже говорю, то в этом году произошло около 105 дорожно-транспортных происшествий водителей с места, которые оставили. Ну, скажем так, более 90% водителей это делают умышленно, оставляя место ДТП. То есть, скажем так, сознательно уезжая с места, чтобы потом не выплачивать сумму страховки и, соответственно, чтобы не были привлечены к административной ответственности. Можем, скажем так, порядка 95% водителей мы нашли, и то есть они были привлечены к административной ответственности. То есть найти вообще реально почти 100%, 95% это очень высокий показатель. Что грозит водителю, если он скрылся с места ДТП, где не было пострадавших? Значит, Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 25 базовых величин, либо лишения права управления сроком до двух лет. Это независимо, какие повреждения? Независимо, какие повреждения, если причины механические повреждения транспортному средству, без пострадавших, соответственно. Так, а если есть пострадавшие? Если пострадавшие есть, здесь уже предусмотрена уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Все зависит от степени тяжести телесных повреждений. Менее тяжкие, тяжкие, либо повлекшие смерть человека. Ну и тут зависит еще в каком состоянии. Бывает, если водитель совершил ДТП и с места ДТП скрылся в состоянии алкогольного опьянения, то здесь уже уголовная ответственность. Уголовная ответственность, я повторяю, если телесные повреждения до 7 лет лишения свободы. Бывают такие случаи, когда люди все-таки повторяют свои ошибки и также осознанно идут второй, третий раз и также скрываются с места ДТП? Да, такие случаи были. Несколько раз находили гражданина, который более двух раз совершал мелкое ДТП и с места ДТП уезжал. И там, естественно, другие последствия. Расскажите, пожалуйста, что делать водителю, если он все-таки совершил то самое ДТП, где-то, может быть, на стоянке, во дворе своего дома, незначительно, скажем так, повредил чье-то транспортное средство, что ему необходимо сделать в первую очередь? Ну, в первую очередь это остановиться, соответственно, зафиксировать положение транспортного средства и сообщить милицию. То есть до прибытия милиции не менять местоположение автомобиля и дожидаться уже второго водителя, пока сотрудник гос. инспекции с ним свяжется, чтобы прийти и, скажем так, оформить необходимые процессуальные документы. Если человек очень спешит, куда-то нужно ехать очень срочно, на работу опаздывает, и он понимает, что он совершил ДТП, но ему нужно уехать, можно ли это как-то сделать легально, скажем так? Ну, ситуации бывают разные. Значит, легально по правилам дорожного движения это сделать нельзя. Но если водитель зафиксирует местоположение своего автомобиля, сфотографирует, запишет, может, какой-то видеоматериал, позвонит милицию 102 и, в принципе, как-то объяснит свою ситуацию, потому что ситуация может быть, ну, сами понимаете, критическая, это не зависит, что я опаздываю на работу, может быть, другие семейные обстоятельства, которые, ну, необходимо оставить место ДТП более тяжелое, ну, не дай бог там, что случилось, то тогда, в принципе, сотрудник госавтоинспекции, если будет необходим материал, необходим материал изучит его, примут во внимание, и тогда можно будет решать вопрос уже о нелишении права управления указанного гражданина. Но я добавлю, что это все зависит от конкретной ситуации. То есть, ну, возможно и такой вариант, но он такой случается очень редко, поэтому, как правило, водители осознанно уезжают с места ДТП. Каким образом водители могут, скажем так, договориться без участия сотрудников ГАИ? Ну, сейчас действует договор о страховом оказании услуг, то есть сейчас предусмотрены выплаты до 800 евро. Без вызова сотрудника ГАИ при выдаче страховки каждому выдается так называемый европротокол. Европротокол. Его заполнять несложно, там указать данные водителя, расположение автомобилей и обращаться уже после чего в страховую компанию. То есть, соответственно, водители привлекаться к административной ответственности уже не будут. То есть, им, следующему водителю, предстоят только выплаты от страховой компании. То есть, при составлении европротокола водители самостоятельно могут... Да, самостоятельно оставят место ДТП. И в случае, если они не знают, как составить европротокол, какая-то необходимая помощь, могут, соответственно, тоже позвонить в 102, приедет сотрудник ГАИ и окажет эту, соответственно, помощь. И сейчас была увеличена сумма, раньше было... 400 евро. 400, а сейчас 800 евро. До 800 евро. Андрей Александрович, у нас очень активные телезрители. Пришел вопрос на Вайбер, номер телефона 821-55-55. Наш телезритель по имени Дмитрий спрашивает, описывает свою ситуацию. Во дворе поцарапал авто соседа. Понимаю, что он где-то рядом, а как найти, не знаю. И хотел бы с ним разрешить вопрос напрямую, без сотрудников ГАИ. Можно ли у сотрудников ГАИ узнать номер телефона владельца автомобиля? Ну, сами понимаете, согласно Конституции, что мы не имеем права передавать данные другого лица. Гражданину необходимо вызвать сотрудников ГАИ в таком случае. И сотрудник ГАИ уже найдет второго водителя. Если у второго водителя не будет каких-либо претензий указанному гражданину, то тогда можно разрешить будет вопрос по страховке с выплатами до 800 евро. Если какие-то либо будут претензии, то сотрудник ГАИ составит необходимый процессуальный материал и будет привлекать к административной ответственности виновника данной автоаварии. То есть даже с участием сотрудника ГАИ можно составить тот же европротокол? Да. Отлично. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Спасибо за актуальную информацию. Мы с вами прощаемся, желаем хорошего дня. Нашим телезрителям напомню, что у нас в гостях был Андрей Александрович Калита, начальник межрайонного отдела оперативного реагирования розыска ГАИ УВД Брестского облсполкома. А наш эфир продолжит наш адвокат Виктор Бобрин. Для того, чтобы мама подарила вам квартиру, вам необходимо заключить договор дарения и зарегистрировать его в агентстве по госрегистрации и земельному кадастру. Чтобы совершить эту последовательность действий, вам следует взять справку о составе семьи, зарегистрированной в этой квартире, взять паспорта и документы, подтверждающие родственную связь, а также документы на квартиру и обратиться со всем этим к нотариусу. Дальше вам подскажут, что делать. То, что вы состоите в браке, никакого значения для дарения квартиры не имеет, разве что ваш муж прописан в квартире, которая будет дариться. Тогда потребуется его согласие. Если нет, то муж никакого отношения к этой сделке не имеет, и квартира, полученная вами в качестве подарка от мамы, будет считаться только вашей собственностью. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, для рубрики «Совет адвокатов». Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabres.by в разделе программы «Утренний эспрессо». Всем хорошего дня! Сегодня 9 апреля, и вот какими событиями в истории ознаменован день сегодняшний. В 1699 году Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание мусору и всякого помету на улице и переулке. Документ обязывал жителей столицы – мусор на улице не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей. В 1930 году в Нью-Йорке впервые продемонстрировали видеофон. Связь, установленная между компаниями Bell Laboratories и AT&T, позволила собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга. В 1933 году родился Жан-Поль Бельмондо. В кино он дебютировал в 1957 году в фильме «Пешком, верхом и на машине». Но роль прошла незамеченной. Затем было еще несколько небольших ролей, но всемирную известность актеру в 1959 году принесла роль беспечного и обаятельного преступника Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», ставшим впоследствии одной из ключевых лент мирового кинематографа. 9 апреля 1970 года – черный день для битломанов всего мира. Именно в этот день Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию группы. В 1989 году американец Дуглас Энгель Барт получил премию за изобретение компьютерной мыши. Без гонорара, составивший 10 тысяч долларов, он внес в качестве первого вклада за скромный загородный домик. Будьте внимательны, будьте бдительны, уважаемые телезрители, а также будьте активны, присоединяйтесь к нашему эфиру. Номер телефона 821-5555. Мы сегодня просим вас, уважаемые друзья, присылать фотографии на тему сегодняшнего дня. Тема сегодняшнего эфира – это ваши велосипеды, ваши велопрогулки, фотографии с вашим двухколесным другом. У меня в руках сертификат на посещение студии стилистов Дикей Студии Екатерины Добринец. На сумму в 30 рублей достанется нашему самому активному телезрителю. До 9 утра, обращаем внимание, до 9 утра мы принимаем фотографии. Прямо сейчас готовы показать очередную порцию фото от наших телезрителей. Первое фото, которое вы увидите от нашего постоянного телезрителя Виталия. Виталий пишет, что эти фотографии были сделаны на окраине города Бреста. Вот такая красота и велотропа, которую мы видим и прямо сейчас видим самого Виталия. Спасибо вам большое. Следующая фотография от Владимира. Владимир – это наш постоянный телезритель. И у него на каждую тему, каждого эфира есть фотографии. Вот он пишет, что это ретро-велосипед. Владимир, спасибо вам большое за участие. Любовь также присоединяется к нашему эфиру. Посмотрите, какое, скажем, редкое фото. Она пишет, что такой велосипед есть в городе Бобруйске. Вот откуда приехал к нам парень, который находится на этом велосипеде. Пишите имена, чтобы мы знали, кто же, кто же находится на фото. Первый велосипед, пишет Любовь. Подарок от Деда Мороза. Ох, классный подарок. На лето вообще шикарно. Так, следующее фото от Татьяны. Татьяна пишет, что это кирпичка, город Брест. Также, Татьяна, напишите, кто находится на фото. Так, и еще фотографии сейчас мне подскажут. От Людмилы. Людмила также, посмотрите, сколько велосипедистов. Она пишет нам, приветствуем утреннее эспрессо из города Ганцевичи. У нас в Ганцевичи в Рочище горки построена лыжеролинная трасса, где ганцевичане любят устроить велопробег и просто покататься на велосипедах. На фото работники системы образования Ганцевичского райисполкома, которые любят покататься в любую погоду года. Все ганцевичи за ЗОЖ. Мы тоже за ЗОЖ. Людмила, спасибо вам большое. От Юлии следующая фотография. Также велосипеды, которые ждут своего часа, своего выхода. Питомцы перед прогулкой пишет Юлия. Класс. Екатерина прислала также такую красивую, потрясающую фотографию. Пишет, доброе утро, Брест. Доброе утро, Екатерина. Спасибо, что вы с нами. 821-55-55. Телефон нашего Вайбера. Уважаемые друзья, так что до 9 утра мы принимаем фотографии с вашими велосипедами. Поделитесь вашими местами велопрогулок, где вы катаетесь на велосипедах. Нам будет очень интересно. Ну и, конечно же, по примеру города Ганцевич, возможно, мы все вместе как-нибудь выйдем и устроим такой вот велопробег. Так что, пожалуйста, до 9 утра ждем ваши фотографии на номер Вайбера 821-55-55. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал. Плюсовая температура. Погода очень радует. Конечно, хотелось бы выйти, прогуляться, покататься на велосипеде. Но, уважаемые телезрители, мы призываем вас воздержаться от каких-либо прогулок и посещения мест массового скопления людей. Можно находиться дома, ведь сейчас телевидение доступно, интернет доступен. Очень много сейчас чего переходит в формат онлайн. И даже вот наш Брестский театр «Кукол» также осваивает новый для себя формат. Это, конечно же, трансляция онлайн-спектаклев. О нововведении театра в нашем следующем материале вы узнаете прямо сейчас. Коронавирус искусству не помеха. Онлайн-спектакли начали показывать в театре «Кукол» Бреста. Из-за эпидемии многие горожане перестали ходить на массовые мероприятия. И во время показов на сцене было больше людей, чем в зале. Поэтому спектакли решили временно отменить. Но быстро нашли выход. Теперь постановки можно смотреть, не выходя из дома. Чтобы стать зрителем, нужно перейти по ссылке в интернете. Полная версия спектакля доступна один день. Кроме постановок на видео также снимают читки, стихов и сказок. Брестский театр «Кукол» считается одним из лучших в стране. Творческий коллектив не раз становился лауреатом самых престижных театральных премий мира. Это впервые. Ну, может быть, мы не новаторы в этом, но мы не остались в стороне. И 27 марта, в день театра, мы показали любимый очень многими нашими зрителями холстомер. Получили очень много отзывов. Мы готовы работать и немало работать для наших зрителей. Но ввиду сложившейся ситуации, мы все родители, мамы, мы понимаем опасность того, что может произойти. Несмотря на временные ограничения для зрителей, в театре продолжаются репетиции. Актеры готовят спектакль для малышей. Правда, дата премьеры пока неизвестна. Следующая очень актуальная новость. Уважаемый телезритель, для тех, у кого есть домашние питомцы, мы хотели бы вам рассказать о том, что в Беларуси предлагают ввести обязательную регистрацию домашних питомцев, а также ограничить количество собак и кошек в квартире. Положение нового законопроекта вынесены на общественное обсуждение. Проект был опубликован на национальном правовом портале. Там же до 17 апреля будут проходить и общественные обсуждения. Любой гражданин может ознакомиться с полным текстом документа и высказать свои замечания. Во-первых, для владельцев это обязательная регистрация домашних кошек и собак, надлежащий уход за ними и ответственный перед другими гражданами, и возможность причинения вреда чужому имуществу. Во-вторых, лимит на содержание собак и кошек в квартире. Если в ней проживает одна семья, ей предлагают завести двух котов и одну собаку, либо двух собак и одного кота. В-третьих, собаки бойцовских пород вокруг домашнего содержания, которых порой возникают серьезные споры и даже субъектные тяжбы, по новому закону будут содержаться только в специально огороженной территории. И в-четвертых, предлагается вести ответственность не только за жестокое обращение непосредственно со своими или случайными животными, но и за пропаганду о ново путем демонстрации фото и видеоматериалов соответственно. В то же время владельцы домашних животных не будут нести ответственности за их деяния, если они были совершены после провокации животного со стороны третьего лица. Иными словами, если ребенок на улице разозлит чужую собаку и та его укусит, владелец не несет ответственности за причиненные физические, психологические травмы. Ознакомиться с полным списком предлагаемых новшеств и обсудить его, возможно, на национальном правовом портале. Так что, уважаемые телезрители, если у вас это очень актуально, у вас есть домашние питомцы, мы знаем, что у многих телезрителей больше, чем два кота, либо собаки находятся дома, вот вам будет актуально, так что можете прийти на сайт национального правового портала и также принять участие в этих обсуждениях. А тем временем, уважаемые телезрители, мы передаем слово моей соведущей Кристине Мельниченко, которая в нашей... А, мне подсказывают, что сейчас будет очень интересная выставка, называется она «Эклибрист Брест-2019». Выставка с таким названием распахнула свои двери в Центральной городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. На ней представлены работы воспитанников семи учебных заведений Беларуси, Украины и Польши. Наши корреспонденты побывали на открытии выставки. Железнодорожный вокзал, музей истории города, церкви. Именно таким видят тысячелетний Брест юные художники. На выставке, которая является результатом международного конкурса детского экс-либриса, представлено более 60 работ на тему истории родного края. Их оценивали профессиональные графики члены Белорусского союза художников. Было три возрастных номинации. Первая возрастная номинация 12-13 лет, вторая 14-15 и третья 16-17. И гран-при. Гран-при получила работа Марии Шумской, учащейся детской школы изобразительных искусств имени Олонцева. В арт-пространстве библиотеки она в самом центре. Все считающие себя библиофилами, они имеют личные библиотеки и их каким-то образом помечают. Так вот, экс-либрис – это есть такая маленькая гравюрка, которая вклеивается в разворот книги и указывает на принадлежность книге определенному коллекционеру. В этом году организаторы также планируют провести конкурс экс-либриса. Однако на этот раз рисовать будут рыбу. Ведь она и в мифах, сказках-былинах и в повседневной жизни. Познакомиться с экспозицией можно до 18 мая. Мы поздравляем всех болельщиков Брестского «Динамо» с очередной победой. Ведь вчера со счетом в 2-0 наши брещане, наша команда победила «Шахтер» из города Солигорска. Мы, конечно же, поздравляем всех болельщиков, всех поклонников команды. И призываем, конечно же, заниматься здоровым образом жизни, заниматься спортом, уважаемые телезрители. Если сейчас нет возможности выйти где-то на улицу и побегать, можно это сделать прямо сейчас у экранов своего телевизора вместе с нашим фитнес-тренером. Доброе утро! Я инструктор тренажерного зала «Егор». И сегодня мы вместе проведем утреннюю зарядку, которая будет направлена на укрепление мышц пресса. Сейчас мы переходим к первому упражнению, исходное положение для которого. Лежа на полу, ноги согнуты в коленях и две стопы стоят на полу. Руки параллельно полу на высоте 15 сантиметров. Из исходного положения мы выполняем с выдохом скручивание и возвращаемся в исходное положение. Это упражнение мы повторяем 15 раз. После 15-ти секундной паузы мы выполняем второй повтор также 15 раз. Теперь мы переходим ко второму упражнению нашей зарядки. Это попеременные скручивания с касанием ладонью лодыжки. Исходное положение – лежа на полу, правая нога согнута в колене, левая нога прямая. Левая рука согнута, лежит за головой. Правая рука прямая за головой. Мы переходим непосредственно к выполнению упражнения. Это упражнение мы выполняем 15 повторений на одну сторону. Приподнимаем плечо и лопаточку во время поднятия руки. После выполнения 15 повторений мы меняем сторону. Следующее упражнение в нашей зарядке – это так называемое упражнение, которое имеет название «ножницы». Исходное положение – сидя на полу, опираемся на два согнутых локтя. Две ноги прямые вытягиваем перед собой и начинаем выполнять попеременные движения, чередуя короткую амплитуду с длинной. Это упражнение мы выполняем 20 секунд. После этого 15 секунд отдыхаем и повторяем еще один раз 20 секунд. Сегодняшняя наша зарядка была направлена на укрепление мышц брюшного пресса. И я надеюсь, благодаря ей ваш живот будет плоским, а настроение отличным. До новых встреч в эфире! Первая в мире фотография. Ее сделал французский фотограф Джозеф Ниссифор Ниепс в 1826 году. Название фотографии – вид из окна на Олег Расс. Снимок удалось сделать благодаря камере-обскуре с оловянной пластиной, покрытой тонким слоем асфальта. Экспозиция длилась около 14 часов. Самая большая фотография в мире – это панорамный снимок горы Монблан в Альпах. Его сделала команда из пяти фотографов. Они потратили на съемку около 15 часов чистого времени, работая на высоте 3,5 тысячи метров. Фотографы получили 70 тысяч снимков. Два месяца обрабатывали и собирали их в круговую панораму 46 терабайт. В итоге получился снимок разрешением 365 тысяч мегапикселей. Если эту фотографию распечатать на бумаге, понадобится лист размером с футбольное поле. Самая дорогая фотография в мире. Называется она «Фантом». В 1999 году ее сделал австралийский фотограф Питер Лик, когда находился в каньоне Антилопы, штат Резона. Ее стоимость оценивают в невероятные 6,5 миллионов долларов. Уважаемые телезрители, мы продолжаем. Спасибо всем, кто участвует в нашем розыгрыше. Мы напомним, что итоги мы подводим на следующий день. Уже завтра, в пятницу, моя коллега Катерина Стриха выберет победителя и отдаст главный приз сегодняшнего эфира. Это посещение студии стилистов Катерины Добринец, студии Дикей Студио. Так что, уважаемые телезрители, уже завтра вы увидите фото победителя. Прямо сейчас мы хотели бы поблагодарить нашего партнера. Это Жордан. Цветы от студии флористов Жордан всегда радуют наших телезрителей и, конечно же, всю творческую команду программы «Утренний эспрессо». Уважаемые телезрители, спасибо, что вы с нами на телеканале «Беларусь-4 Брест». Оставайтесь с нами. Смотри, кто пришел. Привет. Привет, Варежка. Ой, да вообще. Пациенты палеотивных коек Брестской детской областной больницы – дети с неизлечимыми патологиями. Еще пару десятилетий назад большинство из них не имели бы шансов прожить и года. Сегодня, благодаря развитию медицины, такие дети живут значительно дольше. А для того, чтобы помочь родителям улучшить качество их жизни, в стационаре развивают палеотивную помощь. Наша задача – помочь жить в той ситуации, которая есть на данный момент, как таким деткам, так и их родителям. Поэтому здесь важны реабилитационные мероприятия, здесь важны мероприятия по улучшению качества жизни этого ребенка, с реабилитационными приспособлениями, с средствами ухода за этими детьми. Отцов здесь есть, здесь вся необходимая помощь под боком. Если вдруг случатся какие-то судороги, ты знаешь, что тебе в любую секунду помогут, потому что реанимация снега. Две минуты ты в реанимации. Дома такого же нет. Палеотивная помощь детям – это целый комплекс мероприятий. А те, кто ее оказывает, должны обладать специальными знаниями и умениями. Специалисты Брестской детской областной больницы прошли курсы по оказанию такой помощи и продолжают совершенствовать навыки. Дополнительно проходятся курсы на рабочем месте и среднего медперсонала. То есть обучение, как ухаживать, переодевать, перекладывать этого ребенка. Физический терапевт, инструктор по ЛФК тоже были на курсах в Республиканском центре, паллиативной помощи детям, где этому всему тоже обучают. Сейчас в Брестской детской областной больнице 5 паллиативных коек. Этого пока достаточно. Большинство пациентов живут в своих семьях и в стационар приезжают в случае необходимости. А вот с чем действительно до недавних пор была проблема, так это с дооснащением. Новые возможности открылись с началом реализации проекта международной технической помощи свободный доступ к медицинским услугам в условиях трансграничного региона. Благодаря ему качество оказания паллиативной помощи в Брестской больнице выйдет на новый уровень. Организуется 5 койко-мест. Закупается медицинская кровать, анализатор газа в крови, ИВЛ-аппараты, биохимический аппарат закупается, чтобы можно было анализировать, что там в крови происходит. Специальные кровати можно будет регулировать по длине и высоте. Они будут укомплектованы антипролежневыми матрасами. Ну а новые палаты обещают быть уютными и просторными. Чтобы достаточно было площади, чтобы в этих помещениях вмещались электроцессы, аппараты ИВЛ, еще какие-то уходовые средства. Поэтому палаты должны быть достаточно большие по площади. Ну и были комфортные условия пребывания. Койко маме, койко ребенку. Какие-то условия для мамы, где она могла в этом себе сделать чай, посидеть на диване и отдохнуть, чтобы могли туда прийти родственники, для того, чтобы навестить этого пациента и поддержать маму. А еще пациенты смогут выходить на прогулку. Ведь новые аппараты ИВЛ и аспираторы будут портативными. Для того, чтобы все это бесперебойно работало, сейчас в больнице ведется масштабная модернизация кислородной станции. Решен вопрос и с оперативной доставкой пациентов. Автопарк больницы пополнит специальный санитарно-реанимационный автомобиль, оборудованный всей необходимой спецтехникой. Вторая часть содержания международного проекта важна не менее первой. В ней информационно-просветительская работа и социально-психологическая помощь семьям палеотивных детей. Психологи обучают не только наших сотрудников, они обучают родителей, привлекают волонтеров. Это второй блок. Для того, чтобы он мог функционировать, организуется клуб родственников, помещение выделяется, оно укомплектовывается в том числе не только столом, стульями, но и мультимедийной установкой, и спальным местом, где родители могут приходить, даже оставаться ночевать, если ребенок находится у нас. Это оборудование позволяет нам, если у нас есть некий вопрос, в онлайн-режиме проконсультироваться с коллегами республиканского уровня. Обмен опытом в рамках проекта запланирован и с польскими коллегами из Лосицкой повитовой больницы. А родители пациентов получат возможность социальной передышки. Это когда родители ребенка мы берем к себе, они могут его навещать, но в принципе у них какая-то передышка есть. А уже это мы должны обеспечить на должном уровне. Давай, под ручку иду. Чтобы ты не убегал. Вот так. Ох, удобно. Все это программа «Минимум». Ограничиваться одним проектом в больнице не намерены, ведь палеотивные пациенты – это прежде всего дети, и они должны получить самое лучшее. Я ощущаю нужность и необходимость в своей работе с палеотивными детьми, так как они не могут ничего сказать. В их глазах и улыбках все сказано. Овны, сегодня, взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы стратозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому. Тельцы, вы, возможно, стоите на пороге какого-то весьма сложного и категоричного решения. Оглянитесь еще раз. У вас пока еще есть время все изменить. Близнецы, сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они ни были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать, по крайней мере, до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться. Раки, берите на заметку. Сегодня вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное, успеть собраться в первой половине дня. Сегодня львы могут оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки. Девы, ваша звезда разгорается все сильней, освещая пути вам и заодно окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина. Сегодня весам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, а разве что о компании, чтобы не заскучать, отдыхая. Скорпионы, сегодня наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами. Если вы чего-то не знаете, то и интересоваться не стоит. Потом проблем не оберешься. Ну а перед стрельцами сегодня будут бегать по струнке. Бог его знает, как стрельцам это удается. Но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять. А вот у козерогов сегодня могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, придется речь готовить в письменном виде. Водолеи, вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит. Далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть. Что так вам и вовсе никакого отношения не имеет. Рыбы, не сдавайтесь. Вы находитесь уже на самом пороге. Нужно только не побояться войти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова